Всем привет, друзья! С вами Сюдин Турямбыч и в гостях у меня Октябрьская революция. Советский линкор пятого уровня, который продается у нас в игре за уголь. Я подумал, что скоро у нас 9 мая, корабль более чем исторический, принимал участие и во Второй мировой войне, в том числе, поэтому давайте пилить видос по нему. Ну и, конечно, меня сейчас спрашивают, скажи, Турямбыч, а имеет ли смысл покупать Октябрьскую революцию, ну или, как ласково она у нас называется, Октябрину. Давайте разбираться вместе, ребят, с вас лайкос в поддержку праздника обязательно и, конечно, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, если еще не успели этого сделать. Поехали! Корабль приобретается в Адмиралтействе. К сожалению, мне очень сложно сказать, сколько он сейчас стоит, но если вы подскажете, напишите в комментариях цену и, если у вас этот корабль нет, буду вам очень благодарен. Вот. Стоит он примерно столько же, сколько блысковица, как это ни странно, то есть семерка стоит, получается, даже меньше, чем пятый линкор. И это неспроста, потому что эсминцы у нас в игре фармят хуже, чем линкоры, причем иногда значительно. Что это вообще за корабль? Такой маленькая историческая справка. Был такой вот линкор Российской империи под названием Гангут. Был он построен в 14-м году, вступил в строй, четыре таких было корабля. Ну и когда он уже попал в руки советской власти, был переделан вот такую вот Октябрьскую революцию. После Цусимского сражения российские кораблестроители приняли решение, что надстройки, которые есть на корабле, служат просто источниками пожаров и абсолютно не нужны. И если посмотреть вот на российские линкоры тех времен, количество надстроек на любом из этих кораблей просто минимально. Только трубы и вот небольшая такая командирская башенка. Но Советский Союз не парился этой историей и решил поналепить еще много всего разного. И дальномеров сюда понаставил, и ПВОшечки воткнул, ну и так далее и тому подобное. Кстати, про ПВО. Часто у нас ребят спрашивают, а как вообще вот много авиков на лоу-левелах, как себя чувствует Октябрина. Корабль обладает в принципе кое-каким противовоздушным вооружением. Поэтому если встречается ей, скажем, авианосец там четвертого уровня, то в принципе она вполне себе даже может дать ему бой. Помимо всего прочего, у Октябрьской революции очень прочная палуба, 38 миллиметров по центру. Это значит, что большинство орудий фугасами не пробивают ее в принципе. Ни бомбы, ни какие-либо фугасные крейсера, даже если у них установлена инерционка, не дают именно пробития по палубе. Дают урон, дают пожары, но вот чисто хорошего такого большого пробития не дают. Это вот такая вот интересная фишка. В качестве интересной фишки можно так сказать, что аварийная команда здесь ограничена. Причем ограничена она четырьмя штуками и пятая дается за счет суперинтенданта. Ну и если у вас там стоковая ремка, то у вас будет три. Обычно вы берете их все-таки уже голдовую. Это, с одной стороны, может показаться, ой-ой-ой, а как же быть, что же делать, я не смогу ничего починить. Но на практике таких случаев, когда у вас вот прям закончились все ремки и до конца боя вы их не сохранили, это бывает очень редко, поэтому на эту тему париться особо вам не советую. Итак, помимо бронепалубы, что же у нас здесь еще есть интересного? Бронирование остальное, к сожалению, все-таки немножко слабее. 225 бронепояс каземата. Он вот так вот нависает над противоторпедной переборкой цитадели. Сама по себе цитадель уже расположена дальше. Ну, в общем и целом, для того, чтобы пробить до цитадели, все-таки надо постараться. И не любой снаряд сможет октябрину пробить у нас в цитадель. И это, конечно, большой плюс. Что можно сказать по броне? Броня есть, есть носовая, хороший носовой бронепояс. Но своеобразное расположение башена, как видите, смотрят они во все разные стороны. Но вот стрелять именно вперед, пользовать носовой бронепояс, очень сложно. Могут это делать всего три орудия. Калибр 305 мм для пятого уровня. В принципе, совершенно неудивительно и абсолютно нормально. По живучести корабль 42 500 единиц обладает хпшкой. Так, шина у нас тут вышла из боя. Есть у меня одна интересная идея на тему этого корабля. Что касается маневрности, 24 узла, если я не ошибаюсь, с флажком. Да, есть у нас тут флажок. Ой, у меня ПВО не установлено, как же так? Верните мне флаг на ПВО. Перекладка 12.6, 630, циркуляция. Маскировка 11.9 в полной раскачке. Кстати, что мы здесь берем? Я вообще беру здесь скорость поворота орудий главного калибра, потому что на линкоров низкого уровня это, честно говоря, отдельная беда. Можно, конечно, ее не брать, но тогда это будет прямо очень печально и грустно, пока вы все свои башни соберете в одну кучу. Поэтому, я думаю, стоит немножко пожертвовать с точностью и кучностью и все-таки немножко заострить свое внимание на орудия главного калибра. В качестве командира мы сегодня предложим Кузнецова. Нет у него мастер-наводчика. Так что, учтите, может быть, имеет смысл поменять, допустим, мастер на все руки на мастер-наводчика. Естественно, все перки... Вот меня спрашивают, покажи перки там и на такой-то линкор. Ребят, на все линкоры, на которых нету ПМК, то есть это немцы, скажем, там с 7 по 10 уровень, это французы 9, 10, это граф Цепелин, ну и кто там у нас еще обладает ПМК, вот Массачусетс, у кого нет ПМК, кто не пользуется ПМК, вот этот билл подойдет любому абсолютно линкору. Ну что ж, давайте испытаем нашу с вами Октябрьскую революцию, а вы уже для себя примите решение, хотите ли вы держать у себя в порту такой исторический корабль, или же все-таки нет. Кстати, по поводу историзма. К сожалению, не скажу, что больше, но значительная часть кораблей в игре обладают действительно историческими прототипами, но, к сожалению, абсолютно неиграбельны. Я имею в виду, что большая часть кораблей второй, третий, четвертый, зачастую пятый уровень, попросту мишень для других кораблей, и ничего собой интересного не представляют. Нас забросило в такой легкий ад, и мы сейчас с вами будем пытаться из этого легкого ада извлечь хотя бы какую-то пользу. Если вы собираетесь приобрести в нашей игре такой вот знаменитый линкор, как Октябрьская революция, будьте готовы, что вас, ребята, будет кидать вот в такие вот бои, в котором будет там по два авианосца, и хорошо, если вас кинуло против шестерок, потому что может и против семерок тоже забросить. Если говорить про семерки, то там вы можете встретить корабли, которые вам будут очень неприятны, и с которыми вы встречаться совершенно не захотите. Например, тот же Синоп. Мне кажется, для Октябрьской революции этот корабль практически нереально никак уничтожить, если он там станет носом. Хотя, конечно, можно использовать фугасы, но тем не менее. Что касается, кстати, артиллерии. 32 секунды перезаряжаются наши с вами пушки. Вообще, в принципе, для калибра 305 мм, я бы не сказал, что это хороший вариант, потому что, да, есть пухи, которые перезаряжаются и по 33 секунды, и по 35 на этом уровне. Это, например, американцы, но там, как правило, калибр уже 356 мм, поэтому я совершенно не понимаю, зачем нам здесь с вами такая долгая перезарядка. Ну, наверное, балансная правка. Возможно, разработчики, знаете, как это у нас бывает. Так, давайте посмотрим, а какой средний урон у Октябрьской революции? Хм, ну что-то он вот на 10% там выше, чем у других. Ну, давайте открутим ему 10% перезарядки. Возможно, именно так это и происходит, что, в общем-то, конечно, жаль. Напомню еще раз, что нам значительная часть вражеских кораблей, фугасных, не так страшны, как страшны они нашим другим соседям, типа Фусо. Да, как видите, корабль у нас, в принципе, напоминает японский Фусо. Если посмотреть, вот, тоже очень-очень похоже, то есть и по башням, и по надстройкам, но Фусо обладает другим составом артиллерией, хотя тоже имеет в наличии 12 орудий главного калибра. Мы сейчас с вами начинаем сближаться с кораблями противника для того, чтобы делать наши залпы. Вы увидите, что точность у Ревы, как ее ласково иногда называют, она весьма относительна. В общем, да и как и все в нашей игре World of Warships, то есть иногда вы кладете все залпы в копеечку, а иногда просто снаряды летят во все возможные стороны. Для перестрелок на дальних расстояниях корабль годится неплохо, именно за счет своего очень толстого бронирования. Но для каких-то более близких пострелушек как раз мы теряем свое преимущество в том плане, что у нас не очень удобное расположение артиллерии. Я уже говорил об этом, потому что стрелять для того, чтобы выстрелить большим количеством пушек, надо весь борт практически вывернуть. Давайте попробуем так вот дать в Даллас, может быть, нам удастся в него попасть. Вот. И, соответственно, в маневренном бою наш с вами, наша с вами Рева крайне негативно просто теряет сведение за счет того, что все орудия разбегаются во все стороны. И это, конечно, небольшой минус. Но, с другой стороны, кучность стрельбы на близких расстояниях здесь немножко выше, чем у многих кораблей противника на своем уровне. Итак, друзья, кстати, мы можем с вами сейчас воспользоваться вражеским варспайтом, который находится вот на этой точке, и попытаться немножко его огорчить. Главное, чтобы он при этом нас тоже не собирался огорчать. Я думаю, что с большой вероятностью у корабля орудия развернуты именно в нашу сторону. Да, именно так и происходит. Ну что ж, почему бы и не попытаться пострелять по варспайту. Я, конечно, с одной стороны, думаю, было бы это здорово сделать, возможно, уходя налево. Но потом, думая, зачем нам уходить налево, мы можем и в открытом бою встретиться с этим варспайтом. Почему бы и нет? Ой-ой-ой, а там еще и сменец. Вот почему бы и нет. Нет, мы не будем туда подходить. Мы сейчас будем разворачиваться и менять наш стреляющий борт на левый. Даем залп 11 тысяч от мягкого варспайта. Отваливается, и мы так нежно причемокиваем от удовольствия при этом. Однако ружье собирается немножко огорчить нас торпедами, и очевидно, что две торпеды зайдет в наш мягкий бортик. 3,5 дальность нашего ПВО. Но тут уж ничего не поделаешь, придется поймать. Я повторюсь, что на этом уровне, к сожалению, авиация абсолютно не контрится ничем, разве что, может быть, каким-то там редким кораблем. А в общем и среднем, к сожалению, никакой защиты от авиации нет. Несмотря на то, что здесь два корабля находилось, все равно авик прилетел и все равно сбросил 9 тысяч своими мощными торпедами, просто занес мне в бортовую броню. Обидно? Обидно, друзья. И поверьте мне, если вы собираетесь играть на таких уровнях, вам будет и дальше обидно. Но, к сожалению, я не знаю, в кого он там стрелял, но почему-то он не соизволил избавиться от угрозы вражеского варспайта. Я мог бы вообще покидать как-то пораньше. Ну да ладно, что же делать. Не можем мы, как вы понимаете, отправиться на точку, потому что... Потому что футбуки мягко так намекают на то, что не стоит этого делать. Футбуки намекают, что делать этого не стоит. Тем не менее, что же мы сейчас будем с вами делать? Идет золп от варспайта, варспайта стреляет фугасом, это, конечно, безусловно ошибка. Если бы были заряжены бронебойные снаряды, было бы гораздо более полезно. Как видите, снаряд, выпущенный из варспайта, фугасный, попросту не пробивает корпус нашего с вами линкора. Приятно нам это? Конечно, приятно. Это очень хорошая для нас история. Кстати, орудия достаточно неплохо поворачиваются, имеют они неплохой радиус поворота, и мы отправляем в порт Меденова, который немножко отовлекся на нас, не на нас, точнее, от нас отвлекся, и получает он разрушительный залп себе в борт. Тоже, ребята, имейте в виду, не надо делать необдуманных поступков. Ну и что у нас здесь у нас? Все хорошо. У нас здесь варспайт, и на левом борту от нас находится Даллас, в котором мы тоже можем немножко, по идее, посознаваться. Но единственное, что, конечно, перезарядка будет достаточно долгой. Но, конечно, для нас может быть опасен, это, безусловно, вражеская авиация, которая сейчас совершает рейдерские налеты просто в эту сторону. Я надеюсь, что варспайт все-таки, да, будет уничтожен авиацией союзников, но, однако, вместе с этим, к сожалению, фубуки никто не отменял. Он еще с успехом может и развлечь нас своей приятной в кавычках компанией. Что же мы будем здесь делать? Ну, безусловно, не хотелось бы мне попадать на торпеды фубуки. Я думаю, что авианосец должен всячески помочь мне не совершить такого неприятного попадания и на торпеды на фубучной не налететь. Вот, кстати, и фуба засвечивается. Мне бы, конечно, в первую очередь, хотелось сливаться именно от этого корабля. Я надеюсь, что союзный авианосец поможет мне в этом и если, ну, не уничтожит, то хотя бы полторы тысячи урона. Так, четыре тысячи пробития. Пробитие, ребята, неприятное пробитие наносим мы по вражеской фуртаке. Ну, и начинает меня прожигать. Тёма, мне нужен огнетушитель, чтобы срочно погасить мои нервы. вражеские корабли. Это Даллас. Неприятно, конечно, но расстояние достаточно большое. Я прямо сейчас уже использую хилку для того, чтобы попытаться как можно больше хп отхилить, потому что мне ещё предстоит пять штук этих хилок реализовать. Ну, и давайте понадеемся на... Нет, на то, что попадём, но мы не попадаем всё-таки, к сожалению, по вражескому фубуке. Ну, а Руджо сейчас нам может объяснить, что мы были немножко неправы. Ну, что, успеем сбросить? Мне кажется, должны успеть сбросить по фурутаке. Должны сбросить по фурутаке и, наверное, отвернуть для того, чтобы уже встречать вражеские корабли с левой стороны и не поймать при этом ещё надеюсь, что пачку торпед от фурутаке. Я уж не знаю, как она их кидала, но надеюсь, что на этих уровнях всё-таки делают они это как-то более-менее осмысленно, а не не от балды, потому что от балды, конечно, торпед от балды никто не застрашивает. Так, попадём ли мы по Конго? Я боюсь, что нет, не попадём. А вот по Синопу, который повёрнут к нам практически бортом, очень даже можем. Очень даже можем. Синоп, подожди. Надо дать красивый залп. Получится у нас это сделать. Да, три рикошета, три пробития. Ну, могло быть и хуже. Нам везёт, что он сейчас развернут ко мне бортом. Ой, прошу прощения, Синоп, Измаил. Знаете, у страха глаза велики. Странно, кстати, что Измаил не пробился с большим уроном, потому что Измаил очень даже запросто может терять ХП от вот налка. Но даёт не попадает по мне по ходу Руиджа. И это, в общем, хорошая новость. Избавились от вражеского эсминца. Мы с вами продолжаем наш героический боевой путь. И бот 1986 мне кажется, не сможет нам здесь ничем противостоять. Мощь, кажется, ещё чуть-чуть и нам наконец-то заплатят. Мы с вами забираем центральную точку и чувствуем себя достаточно уверенно с этой стороны. Даём ещё один залп в сторону бота на Измаиле или на Измаила на боте. Ну, ребят, ну, это серьёзная ерунда. Ну, как так? Он тоже идёт бортом и такое вот несерьёзное, ребят, попадание. Просто очень-очень обидно. К сожалению, ничего не поделаешь. У Измаила примерно такая же перезарядка, как у меня. Можно пытаться маневрировать от ФУСО, но, ой, от ружья. Я думаю, что смысла никакого особого в этом нет. Получаем мы затопление. Не вижу никакого смысла его ремонтировать. Мы с вами заряжаем фугасы следующим зарядом, потому что я прекрасно понимаю, что будет как сложно мне будет Измаила здесь в нос всячески разобрать. У нас, ребята, в наличии большое количество тех же самых ремок, которые я говорил. Их здесь ограниченное количество, но КД у них всего 17,5 секунд, чтобы вы понимали. Мы могли бы Измаила уже ваншотом забрать, конечно же, но, естественно. Дурямбыч зарядил не то. Дурямбыч зарядил не то. Ну, ну, как, ну, в общем-то, что? Ну, в общем-то, ничего, ребят, все нормально. Все нормально, все хорошо. Все в балансе. Ничего страшного, как говорится, ничего страшного. Мы с вами сейчас попробуем докушать вот эту вот фурутаку, которая наносит нам еще один пожар. У нас это не очень пугает. Конечно, это неприятно, но это, в принципе, терпимо. Забираем фурутаку, у нас здесь остается на левом борту Измаил. Тушим пожар. Непонятно, зачем я горю. Вот. И я думаю, что надо забирать вот эту вот бота 1986 и идти уже в сторону ружья, который где-то там расположился на острове. Ну, надеюсь, что нам сейчас удастся все-таки не рикошетом нанести дамагу. Так, каким-то колдовским образом удалось мне разрушить боевые порядки нашего противника и уничтожить все-таки вражеский линкор. Итак, мы имеем три фрага, 72 тысячи урона, 8 сбитых самолетов, как я и сказал, что, в принципе, ПВО, несмотря, что на этих уровнях оно достаточно вялое, оно все-таки присутствует. И мы сейчас с вами попытаемся дать еще один залп в призовой авианосец. Ну, сможем ли мы его увидеть или нет, успеем ли, не знаю, главное, успеем ли повернуть наше суперсловопочное орудие. Видите, что поворачиваются они, конечно, очень медленно. И, опять же, советую вам, если собираетесь вы как-то решать этот вопрос, то постарайтесь все-таки пушки ваши привести в какое-то... О, я ружье уже успел удрать далеко. То есть, постарайтесь взять перк на скорость поворота ваших с вами орудий. Ну, что ж, не собираемся мы дохнуть, даже если мы поймаем еще на 9000 торпеды от ружья. Я думаю, что это, в принципе, не очень страшно. Может быть, удастся сбить. У меня еще один самолет, может быть, их нет. Так или иначе, так или иначе, мы с вами смотрим нашу эффективность. Итак, ребят, я вам напоминаю, что это, хоть и премиумный корабль, но это пятый уровень и значение, скажем, фарма для него будут весьма и весьма скромными. Мы с вами нанесли 72800 урона. Это, безусловно, хороший результат. Получили сокрушительный удар, получили дредноут, 2 цитадели, 3 фрага и 8 самолетов. Хороший бонус. Мы находимся на первом месте в нашей команде по полученному опыту. Это хороший результат. Мы с вами нанесли большую часть урона бронебойными снарядами. В общем-то, практически весь урон. И теперь самое главное кредиты и опыт. 335000 серебра с флажком Зулу. Мы с вами получаем. Этот флажок, в принципе, достаточно просто получается. Можно его всегда использовать. Это был достаточно хороший бой и мы получили за это хороший фарм. Совершенно не гарантия, что вы будете получать такое же количество серебра, если будете играть немножко хуже. Итак, напишите, пожалуйста, в комментах, как ваши успехи, будете ли праздновать 9 мая, как будете праздновать, сколько пить, сколько есть. С вами Турямбыч. Увидимся. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.